18-я колония Простите, мистер Свист, я доктор Сибзон, приехал к вам из Лондона по просьбе опекунского совета, чтобы оказал вам помощь избавить от душевного недуга. И вдруг мне эти люди говорят, что вы, простите, умерли. Забавно. В данной пьесе у меня роль дворецкого Патрика. Я такой очень живой тип, пронырливый, на нем висит хозяйство, многие отношения в доме складываются через него. Это декан Свист. Он играет роль. Он является якобы сумасшедшим, но на самом деле это очень глубокомыслящий человек, который перешел на другой уровень развития. Он даже не общается словами, он общается мыслям, взглядом. Для труппы, где все актеры исключительно мужчины, подбор пьесы был нелегким. К исполнению женских ролей они оказались не готовы. Пришлось переделать на мужские. Любовную линию ликвидировать. Режиссер театра Андрей Солоняк, преподаватель Университета искусств, помнит до мелочей, как впервые попал за решетку. Сидел человек 25-30 мрачных людей, во всем черном, с подлоги, с под шапотки, сверлящие глаза, молчание. Мой монолог, наверное, на час. Говорил много обо всем. Беседы не было таковой. В принципе, поймался на мысли, что он, да, наверное, хватит. Говоришь в пустоту какую-то. Попрощался, сказали до свидания. Думаю, ну живые люди, значит. Договорились на следующий раз, пришли. Думал, не придут. Перечитывая свой дневник, куда Андрей записывает всю историю проекта, он признается, что если бы знал, через что придется пройти, то, наверное, не начинал бы. Но полпути позади, и Андрей удовлетворен результатом. В такой работе есть свои преимущества перед традиционным театром. Может, Андрей приговорил себя к пожизненному заключению в этом камерном театре. Сейчас я иногда даже забываю, где я нахожусь. Ну, по-настоящему живые люди такие же, более-более интерес еще, как бы, больше, глубже. Я видел, как она прекрасна, сэр, как живописные ее холмы и горы. Но я видел, как ее губы, как жгут леса, как бездумно бороздят над делами без всякого плана и мысли. Как люди убивают друг друга из-за клочка земли. К сожалению, у великанов все чрезмерно, сэр, зрение, слух, совесть. В среде заключенных за глаза их называют театралами и клоунами. А они продолжают учиться играть. Они лицедеи. Просто уже это, даже пьеса, она иногда уже в жизни у нас. Мы между собой иногда применяем фразы какие-то, применяем это как бы для себя там в окружении. Театр, он дает развитие какое-то, то есть мыслить по-другому, то есть чувствовать по-другому. То есть жить полноценной жизнью, не просто быть. Играть в театре предлагали всем. Некоторые из тех, кто сразу не захотел попробовать себя в качестве актера, сегодня просят роль хотя бы в массовке. Здесь люди с различным сроком, от трех до пятнадцати лет. И понятно, что сидят они не за сатирические памфлеты. Слово «амнистия» для большинства означает «свобода». А для театра колонии звучит как приговор. В июле труппа потеряла уже четырех своих основных актеров. Если до ноября объявят еще одну амнистию, премьеру снова придется отложить. Они забывают на время, что они находятся в колонии. Они заглядывают в род режиссеру. Я смотрю, это настолько работа колоссальная проводится. И мне с ними легче. Они абсолютно беспроблемные. Они не нарушают, они живут театром. Театр здесь – это реабилитация. Здесь все мечтают о настоящей свободе. И свобода творчества – это ее приближение. И именно театр дает волю, волю чувств. И играть для них – значит жить. Жить другой жизнью. Доктор, не ломайте голову, это не принципиально, доиграть или дожить. Но то и другое нужно сделать достойно. Я сам хочу распорядиться с остатком своей жизни. Надеюсь, за это время мы научились понимать друг друга молча. Когда? Скоро. Скоро состоится премьера. И, может быть, заключенные, став зрителями, без иронии скажут – хорошо сидим. Субтитры создавал DimaTorzok